Дисциплина архитектуры гражданских зданий, образовательная программа строительства, тема конструктивные решения гражданских зданий. Цель лекции – формирование знаний о конструктивных решениях гражданских зданий. План лекции – общие положения о конструктивных решениях гражданских зданий. Требования, предъявляемые конструктивным решением гражданских зданий. Домостроительная промышленность Домостроительная промышленность возрождается и с 2002 года обеспечивает до 70% объемов городского жилищного строительства, домов различной этажности с квартирами различных уровней комфортности, коммерческого и муниципального и социального назначения. Неизменными остаются преимущества панельного домостроения перед традиционным и монолитным меньшей массой конструкции на 30-40%, в суммарных затратах труда и сроках строительства более чем на 30% и стоимости 3-5%. Ведущим техническим преимуществом панельного домостроения по сравнению с традиционным является его высокая пространственная жесткость, позволившая практически без дополнительного увеличения затрат конструкционных материалов перейти от 5-этажной к 16-25-этажной застройке и обеспечить сейсмостойкость сооружений при разрушительных землетрясениях. Каркасно-панельная строительная система Каркасная система является основной в проектировании одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. И реализуется чаще всего из сборных железобетонных, реже металлических конструкций. Каркасная панельная система является также основной в проектировании общественных зданий высотой от 1 до 30 этажей. Внедрена в экспериментальное строительство наряду с панельной во второй половине 40-х и 60-е годы стала основной процессией индустриализации строительства массовых общественных зданий. В жилищном строительстве применяется редко, только при наличии соответствующей производственной базы, так как уступает панельной по показателям затрат труда сроков строительства и расхода стали. Однако в проектировании массовых общественных зданий она лидирует, так как ее экономические недостатки искупаются компоновочными преимуществами. Каркасная система обеспечивает гибкость планировочных решений при проектировании и относительно недорогие мероприятия по модернизации и даже перепрофилированию зданий в процессе их эксплуатации. Такой относительно незначительный компоновочный недостаток каркасно-панельной системы, как наличие выступающих в интерьер ригелей, преодолим при использовании без ригельных каркасов или подвесных потолков. Естественно, каркасно-панельное строительство, аналогично панельному, испытывало те же затруднения, связанные с перестройкой экономики. Наряду с этим каркасная система середины 90-х годов получает развитие в монолитном и сборно-монолитном вариантах многоэтажного коммерческого жилища, в котором колонны или пилоны служат обеспечению свободы планировочных решений квартир и встроенных в нижние ярусы здания паркингов. Каркасная система является основной в проектировании одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий и реализуется чаще всего из сборных железобетонных, реже металлических конструкций. Каркасно-панельная система является также основной в проектировании общественных зданий высотой от 1 до 30 этажей. Внедрена в СССР экспериментальное строительство наряду с панельной во второй половине 40-х годов, а в 60-е годы стало основной в процессе индустриализации строительства массовых общественных зданий. В жилищном строительстве применяется редко, только при наличии соответствующей производственной базы, так как уступает панельной по показателям затрат труда, сроков строительства и расхода стали. Однако в проектировании массовых общественных зданий она лидирует, так как ее экономические недостатки искупаются компоновочными преимуществами. Каркасная система обеспечивает гибкость планировочных решений при проектировании и относительно недорогие мероприятия по модернизации и даже перепрофилированию зданий в процессе их эксплуатации. Такой относительно незначительный компоновочный недостаток каркасно-панельной системы, как наличие выступающих в интерьер ригелей, преодолим при использовании безригельных каркасов или подвесных потолков. Естественно, каркасно-панельное строительство, аналогично панельному, испытало те же затруднения, связанные с перестройкой экономики. Наряду с этим каркасная система середины 90-х годов получает развитие в монолитном и сборно-монолитном вариантах многоэтажного коммерческого жилища, в котором колонны или пилоны служат обеспечению свободы планировочных решений квартир и встроенных в нижние и ярусы здания паркингов. Объемно-блочная строительная система Система и конструкции бетонных объемных блоков, несущих и ненесущих, были разработаны и внедрены в экспериментальное строительство Советского Союза в конце 50-х годов. В 70-е годы были отработаны технологические схемы производства объемных блоков различных конструктивных модификаций, методы их монтажа и завершен отбор более целесообразных монтажных механизмов. Заводы объемно-блочного домостроения вышли на проектную мощность и новые конструкции получили внедрение в массовое жилищное строительство как в обычных, так и в сложных инженерно-геологических условиях. Объемно-блочные здания возводят из крупных объемно-пространственных бетонных элементов весом до 25 тонн, заключающих в себе жилую комнату или другой фрагмент здания. Объемные блоки формируют в виде тонкостенных пятигранных параллелепипедов и после формования прикомпоновывают к ним шестую панельную грань, плиту, стены или перекрытия. Объемные блоки устанавливают друг на друга, как правило, столбами, без перевязки швов, но иногда по композиционным требованиям с консолированием. Объемно-блочное домостроение обеспечивает существенное снижение суммарных трудозатрат на 12-15% по сравнению с панельным и прогрессивную структуру этих затрат. Объемно-блочную систему применяли при проектировании жилых зданий, гостиниц, общежитий, пансионатов различной этажности от 1 до 16 этажей. Наибольший экономический эффект объемно-блочное домостроение обеспечивает при большей концентрации строительства необходимость его осуществления в сжатые сроки и дефиците рабочей силы. В связи с тем, что такой мощной концентрации строительства в настоящее время не возникает, то эта строительная система стала временно маловостребованной. Объемно-блочная система Система и конструкции бетонных блоков, несущих и ненесущих, были разработаны и внедрены в экспериментальное строительство в СССР в конце 1950-х годов. В 70-е годы были отработаны технологические схемы производства объемных блоков, различных конструктивных модификаций, методы их монтажа и завершен отбор более целесообразных монтажных механизмов. Заводы объемно-блочного домостроения вышли на проектную мощность и новые конструкции получили внедрение в массовое жилищное строительство, как в обычных, так и в сложных инженерно-геологических условиях. Объемно-блочные здания возводят из крупных объемно-пространственных бетонных элементов весом до 25 тонн, заключающих в себе живую комнату или другой фрагмент здания. Объемные блоки формируют в виде тонкостенных пятигранных параллелепипедов и после формования прикомпоновывают к ним шестую панельную грань, плиту, стены или перекрытие. Объемные блоки устанавливают друг на друга, как правило, столбами без перевязки швов, но иногда по композиционным требованиям с консолированием. Объемное блочное домостроение обеспечивает существенное снижение суммарных трудозатрат на 12-15% по сравнению с панельным и прогрессивную структуру этих затрат. Объемно-блочную систему применяли при проектировании жилых зданий, гостиниц, общежитий, пансионатов различной этажности от 1 до 16 этажей. Наибольший экономический эффект объемно-блочное домостроение обеспечивает при большей концентрации строительства необходимость его осуществления в сжатые сроки и дефиците рабочей силы. В связи с тем, что такой мощной концентрации строительства в настоящее время не возникает, то эта строительная система стала временно маловостребованной. Продолжает широко применять отдельные малые бетонные объемные конструкции массой до 10 тонн. Санитарно-технические кабины, эркеры, лифтовые шахты, устанавливаемые в зданиях различных строительных систем, панельных, каркасно-панельных, монолитных, каркасных и бескаркасных. Начинается промышленное развитие нового типа конструкции легких блоков из небетонных материалов. Их масса при тех же геометрических размерах, что и бетонных, составляет менее 10 тонн. Их начинают применять в виде объемных блоков комнат при устройстве мансард, при реконструкции пятиэтажных панельных домов 60-х годов строительства. За рубежом в виде жилых единиц малоэтажных до трех этажей студенческих общежитий. Монолитная и сборно-монолитные строительные системы. Эти системы применяют преимущественно при возведении жилых зданий средней и повышенной этажности со стеновой или каркасно-стеновой конструктивными системами. К системам монолитного домостроения относят случаи возведения всех несущих конструкций из монолитного бетона к сборно-монолитным. Выполнение несущих конструкций частично из монолитного бетона, частично из сборных железобетонных изделий. Монолитные здания, как правило, проектируют бескаркасными, сборно-монолитные и с каркасными и бескаркасными. Применяют также монолитную каркасную или стеновую систему с наружными слоистыми стенами из кирпича, кирпично-монолитную. Первые примеры эпизодического применения монолитного бетона для возведения стены перекрытий гражданских зданий в нашей стране относятся к 80-м годам. В 30-е годы вновь возник интерес к этой системе, но она получила преимущественное применение при строительстве специальных сооружений, бункеров, силосов, силосных батарей и т.д. Монолитный бетон С 80-х годов монолитное домостроение составляет существенную и интенсивно развивающую отрасль жилищного строительства. С 90-х годов монолитное домостроение получает дополнительный стимул к развитию в связи с активизацией деятельности совместных и зарубежных фирм, импортирующих разнообразные технологические оборудования, что обеспечивает широкий диапазон технических решений и отбор наиболее совершенных. На архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий существенно влияет избранный метод бетонирования несущих конструкций зданий. При возведении бескаркасных зданий преимущественно применяют скользящую объемно-переставную щитовую, крупно- и мелко-щитовую и блочную опалубки при возведении каркасных методов щитовой опалубки, подъема этажа и подъема перекрытия. Своебразной разновидностью сборно-монолитного домостроения в последние десятилетия стала конструктивно-технологическая система зданий, возводимых в оставляемой опалубки из полимерных материалов. Монолитная и сборно-монолитные строительные системы применяют преимущественно при возведении жилых зданий средней и повышенной этажности со стеновой или каркасно-стеновой конструктивными системами. Система монолитного домостроения относит в случае возведения всех несущих конструкций из монолитного бетона. К сборно-монолитным выполнение несущих конструкций частично из монолитного бетона, частично из сборных железобетонных изделий. Монолитные здания, как правило, проектируют бескаркасными, сборно-монолитные с каркасными и бескаркасными. Применяют также монолитную каркасную или стеновую систему с наружными слоистыми стенами из кирпича, кирпично-монолитную. Первые примеры эпизодического применения монолитного бетона для возведения стен и перекрытий гражданских зданий в нашей стране относятся к 80-м годам. В 30-х годах вновь возник интерес к этой системе, но она получила преимущественное применение при строительстве специальных сооружений, бункеров, силосов, силосных батарей и т.д. Качественно новый этап применения монолитного бетона в нашей стране начался в конце 60-х годов, в известной мере под влиянием успешного опыта монолитного домостроения в Англии, Франции и некоторых других западных странах. В 70-х годах проведены работы по созданию индустриальных опалубок, освоению технологий, возведению домов, представителей и всесторонней проверке эксплуатационных качеств таких зданий в отечественных климатических условиях. С 80-х годов монолитное домостроение составляет существенную и интенсивно развивающую отрасль жилищного строительства. С 90-х годов монолитное домостроение получает дополнительный стимул к развитию в связи с активизацией деятельности совместных и зарубежных фирм, импортирующих разнообразное технологическое оборудование, что обеспечивает широкий диапазон технических решений и отбор наиболее совершенных. На архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий существенно влияет избранный метод бетонирования несущих конструкции зданий. При возведении бескаркасных зданий преимущественно применяют скользящую, объемно-переставную, щитовую, крупную и мелко-щитовую и блочную опалубки. При возведении каркасных методов щитовой опалубки, подъема этажей и подъема перекрытия. Своеобразной разновидностью сборно-монолитного домостроения в последние десятилетия стала конструктивно-технологическая система зданий, возводимых в оставляемой опалубки из полимерных материалов. Строительные системы зданий с несущими и ограждающими металлическими конструкциями получили распространение в малоэтажном строительстве. Легкометаллических производственных, а затем общественных зданий, комплектные поставки в мобильных одноэтажных зданиях из блок-контейнеров различного типа. Строительные системы зданий с несущими и ограждающими металлическими конструкциями получили распространение в малоэтажном строительстве легкометаллических производственных, а затем и общественных зданий, комплектные поставки в мобильных одноэтажных зданиях из блок-контейнеров различного типа. Легкометаллические здания Промышленностью в 70-е и 80-е годы она приняла массовый характер. Были построены тысячи объектов. В 90-е годы возник определенный строительный бум возведения наиболее легких типов таких зданий, преимущественно торговых и складских, широким участием отечественных, совместных и зарубежных фирм. В полный состав конструкции зданий комплектной поставки входят стальные колонны, легкие пространственные конструкции покрытия, чаще всего структура, трехслойные панели наружных стен и покрытие с металлическими обшипками, эффективным утеплителем, специальные профили, нашельники, стыков, витражи, оконные блоки, комплектующие изделия. Основные экономические преимущества системы заключаются в минимальных сроках строительства быстровозводимых зданий, снижении массы конструкции и трудоемкости строительства. Соответственно, применение таких конструкций особенно целесообразно в холодном и умеренном климате. Система легкометаллических зданий получила распространение в строительстве одно-двухэтажных зданий микрорайонного и районного значения. Наиболее широко она внедряется в строительство предприятий торговли, общественного транспорта, связи, питания и досуга. Легкометаллические конструкции зданий комплектной поставки освоены отечественной промышленностью в 70-е годы. В 80-е оно приняло массовый характер. Были построены тысячи объектов. В 90-е возник определенный строительный бум возведения наиболее легких типов таких зданий, преимущественно торговых и складских, широким участием отечественных, совместных и зарубежных фирм. В полный состав конструкции комплектной поставки входят стальные колонны, легкие пространственные конструкции покрытия, чаще всего типа структура, трехслойные панели наружных стен и покрытие с металлическими обшивками, эффективным утеплителем, специальные профили, нашельники, стыков, метражи, оконные блоки, комплектующие изделия. Основные экономические преимущества системы заключаются в минимальных сроках строительства, быстровозводимые здания, снижении массы конструкции и трудоемкости строительства. Соответственно, применение таких конструкций особенно целесообразно в холодном и умеренном климате. Строительные системы с несущими и ограждающими конструкциями из дерева и из пластмасс, как в традиционном, так и с полно сборным вариантах, имеют основной властью областью внедрения малоэтажное массовое жилищное строительство. По противопожарным требованиям в зданиях выше двух этажей имеет место только выборочное использование деревянных конструкций, например, для внутриквартирных перекрытий и лестниц в домах с квартирами в двух уровнях и т.д. Наряду с этим расширяется объем применения строительной системы древесно-клеенных конструкций комплектной поставки для большепролетных малоэтажных общественных зданий, спортивных залов, крытых рынков, выставочных павильонов, а также для промышленных зданий, преимущественно складских. Возможность применения таких конструкций, рам, арок, каркасов, оболочки и другое, связана с внедрением прогрессивных технологий склейки древесины водостойкими синтетическими клеями надежных методов их защиты от возгорания и гниения. Строительные системы с несущими и ограждающими конструкциями из дерева и пластмасс как в традиционном, так и в полносборном вариантах имеют основной областью внедрения малоэтажное массовое жилищное строительство. По противопожарным требованиям в зданиях выше двух этажей имеет место только выборочное использование деревянных конструкций, например, для внутриквартирных перекрытий и лестниц в домах с квартирами в двух уровнях и т.д. Наряду с этим расширяется объем применения строительной системы древесноклеенных конструкций, комплектной поставки для большепролетных малоэтажных общественных зданий, спортивных залов, крытых рынков, выставочных павильонов, а также для промышленных зданий, преимущественно складских. Возможность применения таких конструкций, рам, арок, каркасов, оболочек и другое связана с внедрением прогрессивных технологий, склейки древесины водостойкими синтетическими клеями надежных методов их защиты от возгорания и гниения. Архитектурная композиция – целостная система архитектурных форм, отвечающая художественным, функциональным и конструктивно-технологическим требованиям. Художественное единство должно быть присущим как композиции отдельных объектов, так и их комплексов. При архитектурном проектировании художественные средства выбирают с учетом назначения здания, эстетических закономерностей и психологии восприятия. Основными компонентами архитектурной композиции здания служат его внешний объем и внутренние пространства. Построение композиции базируется на гармоничном, то есть соразмерном единстве внешнего объема здания с пространством интерьеров и окружающей среды, которое способствует созданию художественно завершенного целого. Единство внешнего объема и внутреннего пространства здания не соблюдается, если архитектурная композиция обеспечивает соответствие размеров и форм его объемов, фасадов и интерьеров. На рисунке, в примерах жилого и общественного здания приведены объемы и пространства, согласованные мелкоячейстому дробному внутреннему пространству современного многоэтажного жилого дома, отвечает его внешний мелкочлененный объем общественному зданию, зальным помещениям, монолитный объем с крупными членениями формы. Однако в отдельных случаях несоответствие внешней формы и внутреннего пространства может быть специально предусмотрено и композиционно оправдано. Архитектурная композиция – целостная система архитектурных форм, отвечающая художественным, функциональным и конструктивно-технологическим требованиям. Художественное единство должно быть присуще как композиции отдельных объектов, так и их комплексов. При архитектурном проектировании художественные средства избирают с учетом назначения здания, эстетических закономерностей и психологии восприятия. Основными компонентами архитектурной композиции здания служат его внешний объем и внутреннее пространство. Построение композиции базируется на гармоничном, то есть соразмерном единстве внешнего объема здания с пространством интерьеров и окружающей среды, который способствует к созданию художественно завершенного целого. Единство внешнего объема и внутреннего пространства здания соблюдается, если архитектурная композиция обеспечивает соответствие размеров, форм, его объемов, фасадов и интерьеров. Иногда к нему прибегают при создании композиции с большей идеологической программой в зданиях, памятниках, монументах. Если в зданиях взаимосвязь объемной формы и внутреннего пространства, как правило, обязательно, то в инженерных сооружениях она зачастую отсутствует. Так, в подземных станциях метрополитена имеется лишь внутреннее пространство, а в мостах, эстакадах, телевизионных и водонапорных башнях преобладает внешний объем. Однако композиционные задачи при проектировании инженерных сооружений не менее ответственны. При проектировании станции метрополитеном помимо решения функциональных задач обеспечения нормальных условий движения непрерывных людских потоков архитектор с помощью эмоционального воздействия композиционных средств исключает возможность возникновения неприятных ощущений от пребывания под землей и отсутствия естественной освещенности. При размещении в городской застройке или природном ландшафте мостов, башен и других инженерных сооружений архитектор находит для них такие формы и пропорции, которые гармонируют с окружающей средой и способствуют ее обогащению. Если в зданиях взаимосвязь объемной формы и внутреннего пространства, как в правилах, обязательно, то в инженерных сооружениях она зачастую отсутствует. Так, в подземных станциях метрополитена имеется лишь внутреннее пространство, а в мостах, эстакадах и телевизионных водонапорных башнях преобладает внешний объем. Однако композиционные задачи при проектировании инженерных сооружений не менее ответственны. При проектировании станции метрополитена помимо решения функциональных задач обеспечения нормальных условий движения непрерывных людских потоков, архитектор с помощью эмоционального воздействия композиционных средств исключает возможность возникновения неприятных ощущений от пребывания под землей и отсутствия естественной освещенности. При размещении в городской застройке или природном ландшафте мостов, башен и других инженерных сооружений архитектор находит для них такие формы и пропорции, которые гармонируют с окружающей средой и способствуют ее обогащению. Внутреннее пространство является той основной функциональной средой, для создания которой возводится здание. Композиция внутреннего пространства исходит из соответствия формы, размеров и взаиморасположения помещений по функциональному процессу и требованиям художественного единства. В соответствии с назначением здания его внутреннее пространство может быть единым, крытый рынок, частично расчлененным, не доходящими до потолка барьерами, светопрозрачными перегородками, решетчатыми ограждениями, которые выделяют отдельные функциональные зоны, но сохраняют целостность всего внутреннего пространства. Операционный зал почтамта, банка, частично расчлененными колоннами или пилонами, способствующими организации движения людей в интерьере и одновременно решению конструкции перекрытия, подземный зал станции метрополитена, разграниченными глухими вертикальными стены перегородки и горизонтальными перекрытиями, преградами на отдельные замкнутые пространства, жилые, учебные, административные, лечебные и другие здания. Особенностью зрительного восприятия внутреннего пространства, в отличие от восприятия внешних объемов, является его развитие во времени. Композиция интерьеров и выбор художественных средств служит раскрытию взаимосвязей и соподчинений помещениям. Композиция внутреннего пространства исходит из соответствия форм, размеров, взаиморасположения помещения к функциональному процессу, требованием художественного единства. В соответствии с назначением здания, его внутреннее пространство может быть единым крытый рынок, частично расчлененным, не доходящими до потолка барьерами, цветопрозрачными перегородками, решетчатыми ограждениями, которые выделяют отдельные функциональные зоны, но сохраняют целостность его внутреннего пространства. Операционный зал почтамта банка, частично расчлененными колоннами или пионами, способствующими организации движения людей в интерьере и одновременно решению конструкции перекрытия. Подземный зал станции метрополитена, разграниченными глухими вертикальными стены перегородки и горизонтальными перекрытия преграда на отдельные замкнутые пространства, жилые, учебные, административные, лечебные и другие здания. Особенностью зрительного восприятия внутреннего пространства, в отличие от восприятия внешних объемов, является его развитие во времени. Композиция интерьеров и выбор художественных средств служат раскрытию взаимосвязи и соподчинения помещения. Восприятие композиции интерьеров во времени в процессе движения вглубь здания требует выявления его основной глубинной координаты. Средства выявления глубинности зависят от объемно-планировочной структуры здания. В анфилатной системе выявление глубинных способствует размещению всех помещений, связывающих их проемов, на одной оси. В нерасчлененном пространстве его глубинности выявляет сокращение в воздушной перспективе расстояние между регулярно расположенными элементами композиции интерьера, внутренними опорами, проемами, конструктивными членениями покрытия или перекрытия рисунка, пола и т.д. Современная строительная техника значительно расширила возможности решения интерьеров, причем важнейшими для композиции новыми техническими средствами стали большепролетные перекрытия, мобильные внутренние ограждающие конструкции и большие светопрозрачные поверхности наружных ограждений. Непрерывно возрастает число типов зданий, внутреннее пространство которых должно вмещать одновременно большое количество людей и не иметь внутренних опор, препятствующих движению или зрительному восприятию, вокзалы, аэропорты, выставочные залы, крытые рынки, крытые зрелищные и зрелищно-спортивные здания. Пространственные конструкции позволяют перекрыть пролеты любой функционально необходимой величины. В таких зданиях о своеобразной геометрической форме перекрытия активно включаются архитектором в композиции интерьеров. Новые конструктивные системы освобождают наружные стены здания от нагрузки и позволяют заменить их полностью или частично светопрозрачными ограждениями. Это дает возможность связать внутреннее пространство с ландшафтом или городской средой. Однако прием полного раскрытия внутреннего пространства в наружную среду должен использоваться в строгом соответствии с функциональным назначением здания. Он уместен в здании вокзала, аэропорта, гостиной, санатория, но вступает в противоречие с функциями здания, где протекают интимные процессы или занятия, требующие сосредоточенного внимания, жилые здания, парикмахерские, учебные аудитории. Восприятие композиции интерьеров во времени в процессе движения вглубь здания требует выявления его основной глубинной координаты. Средство выявления глубинности зависит от объемно-планировочной структуры здания. В анфилатной системе выявление глубинности способствует размещению всех помещений и связывающих их проемов на одной оси. В нерасчлененном пространстве его глубинность выявляет сокращение в воздушной перспективе расстояния между регулярно расположенными элементами композиции интерьера, внутренними опорами, проемами, конструктивными членениями покрытия или перекрытия рисунка, пола и т.д. Современная строительная техника значительно расширила возможности решения интерьеров. Причем важнейшими для композиции новыми техническими средствами стали большепролетные перекрытия, мобильные внутренние ограждающие конструкции и большие светопрозрачные поверхности наружных ограждений. Непрерывно возрастает число типов зданий, внутреннее пространство которых должно вмещать одновременно большое количество людей и не иметь внутренних опор, препятствующих движению или зрительному восприятию, вокзалы, аэропорты, выставочные залы, крытые рынки, крытые зрелищные, спортивные здания и т.д. Пространственные конструкции позволяют перекрыть пролеты любой функционально необходимой величины. В таких зданиях о своеобразной геометрической форме перекрытия активно включаются архитектором композиции интерьеров. Новые конструктивные системы освобождают наружные стены здания от нагрузки и позволяют заменить их полностью или частично светопрозрачными ограждениями. Это дает возможность связать внутреннее пространство с ландшафтом или городской средой. Однако прием полного раскрытия внутреннего пространства в наружную среду должен использоваться в строгом соответствии с функциональным назначением здания. Он уместен в здании вокзала, аэропорта, гостиной, санатория, но вступает в противоречие с функциями здания, где протекают интимные процессы или занятия, требующие сосредоточенного внимания, жилые здания, парикмахерские, учебные аудитории. Композиция внешних объемов Подчиненена цели Создание художественного узнаваемого образа здания, отражающего его функциональное назначение и условиям градостроительной среды. Для достижения этой цели применяют различные методы и средства. Различает два метода, функциональный и универсальный. Первый базируется на выявлении внутренней функциональной структуры здания, соответствующими членениями его внешнего объема. Второй на создание обобщенной, как правило, элементарной объемной формы. Оба метода сложились в 20-е годы. Первый связан с творчеством ведущих мастеров функционализма. Второй с творчеством масс Ван дер Рос, заключившим в лаконичный объем стеклянной прямоугольной призмы здания любого назначения, многоквартирный, жилой дом, театр, офис, учебная аудитория, вуза или выставочный зал. Современная практика архитектурной композиции ближе к первому методу, но избегает буквального воспроизводства в членении внешнего объема функциональной структуры, которая может нарушить художественное единство формы. Занятие закончилось. Тема контрольных заданий для ЦРС Общее положение конструктивных решений гражданских зданий Требования, предъявляемые конструктивным решением гражданских зданий. Продолжение следует...